МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на канале Регион 29 в студии Артемий Заварзин. Добрый день! И вот о чем я и мои коллеги расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Архангельск получит дополнительные средства на ремонт дорог. Это позволит значительно ускорить работу и расширить список адресов. Шестеро старшеклассников региона поедут в Москву на телевикторину «Умницы и умники». Отборочный этап накануне прошел в Архангельске. Более двухсот экстремалов из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска мотосезону в областном центре дали официальный стоп. Итак, на ремонт дорог в Архангельске дополнительно выделено 100 миллионов рублей. Решение принято на внеочередной сессии Городской думы. Деньги нашлись в казне Архангельска, помог и областной бюджет. Всего на проведение дорожного ремонта в этом году выделено 280 миллионов рублей. Половина этих средств направлена на реконструкцию Ленинградского проспекта. Также около 14 миллионов предусмотрено на ремонт проездов во дворах. 26 миллионов на ямочный ремонт. Далее видео, которое шокировало пользователей интернета. На Виледе после половодия целый дом съехал в реку. Очевидцам удалось снять сам момент, когда вековое строение обрушилось в воду. ЧП произошло в деревне Выползова Вилегодского района. Пострадавших нет. Известно, что в доме уже никто не жил. Хозяева использовали его как дачу в летний период. Но проблема в том, что подобная участь ожидает и соседнее строение. Местные власти пытаются решать эту проблему. Шестеро старшеклассников из Архангельской области поедут в Москву для участия в телевикторине «Умники и умницы». Ее региональный отборочный этап «Наследники Ломоносова» прошел накануне в Архангельске. На игры приехал и ведущий программы Первого канала Юрий Вяземский. Подробности далее. За плечами месяц подготовки. Впереди три шага к победе в региональной телеолимпиаде «Наследники Ломоносова». Лиза Обрядина выбрала желтую дорожку и не прогадала. Ученица Холмогорской средней школы обошла своих соперников из Архангельска и Новодвинска. Теперь она отправится в Москву для участия в телевикторине «Умники и умницы». Читала рассказы Грины, его биографию, все подробно конспектировала, насколько это возможно. И, конечно же, не ожидала такого результата. И вообще ни на чего не надеялась. Очень сильно волновалась. Ну, чувства двоякие. Во-первых, это большая нагрузка на ребенка опять уже будет, что надо же готовиться. Поэтому будем как-то стараться. Лиза Обрядина – одна из девяти полуфиналистов, кто вышел на разноцветные дорожки турнира. Тема четвертых региональных игр – жизнь и творчество Александра Грина. Оценить подготовку наследников Ломоносова уже в третий раз в Архангельск приехал Юрий Вяземский. Ну, мне очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что, вы же понимаете, там некоторые могут обидеться. Я поэтому отвечу так, что Орлов сказал. Первая Архангельская область на букву «А». Вот так и проявляет. На первом канале. «А». Первая. От Архангельской области на съемки в Москву отправится шесть школьников. Трое из них завоевали это право на дорожках. Двум ребятам шанс показать себя подарил Юрий Вяземский. Игорь Орлов оценил еще одного старшеклассника. Победа в федеральном проекте «Умники и умницы» для ребят – это залог поступления в университет МГИМО без экзаменов. Выбираю сердцем. Ребята все хороши, они все знают. Они уникальны тем, что умеют быстро среагировать на довольно сложные вопросы. Это ведь не просто знание, которое там можно прочитать, обязательно воспринять, но еще и вовремя достать из памяти. Наравне с Архангельской областью отборочные этапы прошли еще в более чем 30 субъектах России. Организаторы наследников Ломоносова заверили – четвертый сезон не предел. В следующем году вновь определят первых «Умников по море». Анна Рязанова, Денис Линчевский, Регион 29. 9 фестивальных дней, 16 спектаклей и более 4,5 тысяч зрителей. В Архангельске прошел шестой театральный фестиваль «Родниковое слово». Какие спектакли покорили жюри и кому достался главный приз фестиваля. История, в которой корабли погибают как люди. Постановка Северодвинского драматического театра о трагической судьбе арктического конвоя ПК-17 закрыла масштабный театральный фестиваль. А вся операция по уничтожению этого конвоя будет носить кодовое название «Код конем». Начать перевозирование наших сил подводных и надводных. Здесь велика, конечно, заслуга режиссеров, актеров, буквально-буквально всех создателей этого спектакля. Впечатления просто самые сильнейшие. Спасибо им за это. Спектакль Северодвинского драматического, как и другие постановки, оценивали почетные гости фестиваля, а ниже – компетентное жюри. С интересом смотрю архангельские спектакли. Для меня, приехавшего в ваш город второй раз, мне очень интересно, так знаете, мысленно собирать портреты ваших театров, да, и думать, чем отличается, например, вот театр имени Ломоносова от молодежного театра. Они действительно отличаются, у них разные лица. Архангельский драматический театр отмечен за художественно-социальную значимость. Жюри оценило инклюзивный спектакль «Урфинжус», а сказка о рыбаке и рыбке стала лучшей детской постановкой. Но абсолютным триумфатором фестиваля «Родниковое слово» стал питерский независимый театральный проект Андрея Гагуна. Спектакль «Потеря равновесия» принес в копилку сразу две главные премии – лучшая мужская роль и лучший спектакль фестиваля. Ему же досталась и премия от российской газеты, которая в этом году вручается впервые. Это был 40-й спектакль наш, и впервые, где бы мы не играли этот спектакль, где бы мы не скитались со своей командой, впервые мы были встречены так гостеприимно. Большое спасибо, просто огромный респект организаторам фестиваля. Отмечен теплыми отзывами и зрителей жюри «Пермский театр у моста». Гости показали горьковскую пьесу «На дне». Действительно, они показали высокий класс. Высокий класс актерских работ, высокий класс режиссуры. Люди вставали после окончания спектакля. Это не патриотический спектакль, это ночлежка. Это означает то, что приняли зрители эстетику этого театра. И самое главное, они умеют разбираться в искусстве. Шестой фестиваль театрального искусства имени Абрамова официально закрыт. В следующий раз он встретится со зрителем уже в 2020-м в год столетия Федора Абрамова. Вадим Федосеев, Наталья Пулина, Евгений Зыков. Регион 29. В Архангельске байкеры открыли очередной мотосезон. На площади профсоюзов накануне собрались 200 экстремалов столицы Поморья, Северодвинска и Новодвинска. Сколько стоит быть байкером и в какие приметы, верят эти люди, ответы узнала Анна Рязанова. Андрей Базанов на мотоцикле с детства, но все же опытным байкером себя не считает. Мотоцикл для Андрея в первую очередь друг. И у него даже есть имя – бродяга. Как себя помню, с детства мопеды, восходы, ну, сами знаете, когда-то Ява была рогатая, старая. Это больше для души, конечно. Но я и езжу на нем, стараюсь, потому что экономичнее на работу добираться. На площади профсоюзов более 200 экстремалов из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Традиционно они собираются вместе на открытии мотосезона в столице Поморья. Быть байкером не только для души приятно. Мотоцикл считается самым опасным видом транспорта. Ни один мотосезон не обходится без травмы, даже аварий со смертельными случаями. Хотя бывают и удачные исходы. Все зависит от ситуации. Просто если можно на скорости, ну, грубо говоря, 60 километров врезаться на машине, что будет фут-фут-фут, смертельный исход, как говорится. А на мотоцикле на этой же скорости можно врезаться, перелететь через машину. Ты встанешь, отряхнешься и пойдешь дальше, если ты в экипировке. Верить в особые приметы – это тоже про байкеров. Но у каждого они свои. Например, надевать перчатки с левой руки или сделать специальную татуировку. Татуировка в виде черепа – это своего рода защита. Байкеры верят, она отпугивает смерть. Есть еще одна предмета. Например, если шлем упал, нужно постучать им по земле два раза, иначе вас ждет авария. Быть байкером довольно дорого. Минимальная стоимость железного друга – 200-300 тысяч. Необходимая экипировка – еще от 30 до 50. На вопрос, кем же нужно работать, чтобы заработать на байк, экстремалы шутя отвечают. Учителям истории потом признаются – каждому сезону приходится затянуть пояса. Можно сказать, как ребенок маленький. Постоянно какие-то вложения на расходники, на обслуживание, которые очень много стоят денег. Примерно, чтобы мотоцикл подготовить к сезону, если не скупиться на материалы, выходит где-то в порядке 20 тысяч. Ежегодно на улицы Архангельска выезжают порядка пяти сотен байкеров. В честь праздника в этом году экстремалы проехались по проспектам города. Колонна растянулась на несколько сотен метров. Анна Рязанова, Денис Линчевский, Регион 29. Такие новости к этому часу на экране контакты нашей редакции. Пишите и звоните, мы всегда на связи. Я не прощаюсь. Спеши на почту! Грядет всероссийская декада подписки. Только с 10 по 20 мая подпишись на газету «Правда Севера» по специальной льготной цене и выиграй путевку в санаторий Беломорья и другие призы. Подписаться можно в любом отделении почтовой связи или на сайте подписка.почта.ру. Читай «Правду Севера» и побеждай! Редактор субтитров А.Семкин